Аллилуйя! Слава Тебе, Господь Святой! Слава Тебе! Слава Тебе и хвала! Аллилуйя! Аллилуйя! Все дышащее прославляет Тебя! Все дышащее восхваляет Тебя, Боже! Всякое дыхание-то славит Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Истесно, ты возвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Аллилуйя! Истесно, ты возвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Все дышащее хвалит Тебя, восхваляет Тебя. Боже, слава Тебе! Слава! Весь растительный мир, животные, все славит Тебя, Господь Боже. А наипаче человеческий род да прославляет Тебя вовеки. Аллилуйя! Слава Тебе! Прими сегодня фимиам, Господи, этот фимиам, это благоухание к престолу славы, Боже всемогущий. Благослови народ свой. Аллилуйя! Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, мой Бог благой, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, братья и сестры. Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, наш Бог благой, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, мой Бог благой, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Бога Всевышнего, Бога богов, ибо вовек милость Его. Спавшего нас из рабства египетского, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Покаравшего Египет в казнях Его, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Проведшего нас через море красное, и море раступилось перед нами, и мы прошли, как по суше, по дну морскому. Аллилуйя! Ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю питавшего нас сорок лет в пустынях, хлебом ангельским. Ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, мой Бог благой, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славьте Бога богов, ибо Бог благ, наш Бог благ, ибо вовек милость Его. Господь Святой, славлю Тебя, Боже, этим утром благоставляю великое имя Твое, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе, благостави всех братьев, сестер, всех, кто подключился, подключается, Боже, пусть Божье славословие сегодня из наших сердец поднимается, как фимиам, Боже, с наших уст, с наших сердец, с нашего разума, как фимиам, от всего нашего естества, всего нашего существа, от всей нашей сущности, поднимается это благоухание, приятное благоухание, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава Тебе, Святой, Аллилуйя, братья и сестры, доброе утро, благоставляю всех вас, да, уже в 6 утра, значит, и трансляция с утренней молитвы началась, и пусть Бог благоставит вас, Лилия, да, значит, доброе утро всем, Аллилуйя, вам, шалом вам, Милана, да, доброго, доброго, доброго ранку, дякую, 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 милана, мир и благодать ввиду Господа нашего Иисуса Христа, славимого Господа разум, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, благ Господь, куповающим на Него, Аллилуйя, Тамара пишет, да, слава Тебе, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава Тебе, Ты благой Бог наш. Слава Тебе, Ты действительно человеколюбивый и истинный и праведный. Нет подобного Тебе, наш Бог, нет подобного Тебе, Господь, подлинно. Никто и ничто не сравнится с Тобой, Боже, слава Тебе. Нет подобного Тебе, нет подобного Тебе. Мое сердце Тебе, Бог мой, отдаю. Иисус, люблю Тебя, нет подобного Тебе. Мой Бог и Царь, великий Государь. Нет подобного Тебе, Царь, царей, Господь, господствующих. Мое сердце навек Тебе я отдал. Аллилуйя. Иисус, люблю Тебя. Слава Тебе, нет подобного Тебе. Да, Господь. Нет подобного Тебе. Мое сердце Тебе отдаю. Иисус, люблю Тебя. Аллилуйя, 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 слава Тебе, слава Тебе, благословен Господь, благословен Искупитель наш, благословен, благословен, слава, 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 Аллилуйя, 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 Ты благой, нет подобного Тебе, Боже, Ты человеколюбивый, Ты истинный, праведный, Боже, мы люди мыслим о Тебе по-разному Мы люди представляем Тебя по-разному Видим Тебя по-разному, Боже И почти всегда это зависит от того, Боже Что в нашем сердце, что в нашей жизни Боже Святой, но Господь Ты намного больше нашего восприятия Ты намного больше того, что мы видим и слышим Мы знаем и понимаем Господь, Боже, лишь любовью можем постичь этот океан Узнать этот океан По капелькам этой воды почувствовать запах океана Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе Потому что не видел того глаз Не слышал это ухо, не приходило то на сердце человеку Что Ты приготовил Бог любящим Тебя А нам Ты открываешь это Духом Святым Своим Открываешь это, приоткрываешь это постоянно Боже, в этих утренних, Боже, наших словословиях Боже, также приоткрывается Это действительно безбрежная Твоя милость и любовь Слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой Братья и сестры, Бог во Христе примирил Собою мир Не вменяя людям преступлений их И дал нам Слово примирения Евангельское слово, Евангельское Аллилуйя Слава Тебе, Господь, слава Тебе Света, да, подключилась Шалом, дети любви Аминь, аминь Арсений, слава нашему Господу Супруга Арсения, да Ваш дом благоставляю Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Вот Пусть Бог благословит и вас, и ваше дитя И всех Весь ваш дом благословит Во имя Иисуса Ваших родных, ближних, дальних Слава Господу Молюсь за вас Переживаю за ваше дитя Молюсь, благоставляю Слава Господу И все, кто подключился Сейчас, кто онлайн подключается Благоставляю Ну и кто потом в записи будет смотреть Тоже Благоставляю вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа И молясь И Молитвы разные есть, конечно И Когда мы один на один с Богом И когда мы В каких-то группах В сообществах таких Вот Когда мы В общинах, в церквях Там На конференции В каких-то там Соборах Там То есть есть разная молитва Есть Ну так вот Можно В целом В общем Два вида молитвы Ну Как бы Два Главных таких Типа молитвы Это Молитвы индивидуальные Да И молитва общественная Ну так вот И так говорят Обычно То есть молитва Когда один на один Ты с ним С Богом И Когда на людях Даже если это твоя жена Или твой муж Или твое дитя Значит там Твой родитель Не важно То есть если ты с кем-то еще молишься Да Обращаешься к Богу То это уже на людях молитва Вот И Иисус Он Как раз вот Говоря о молитве Кстати Он Всегда говорил О молитве на людях Вот Потому что Значит Когда Один на один Ты с Богом То Это и есть Собственно Вот Ну Такая По-настоящему Адекватная молитва Вот Когда на людях То Там Значит Всегда есть Такое искушение Лицемерие Искушение Показаться лучше Значит Там И что-то лучше сказать И уже думаешь Уже что сказать Там Значит Там Когда Ты один на один С ним С Богом Там Просто Особенно не думаешь Просто говоришь И просто Ты просто Вы просто Как влюбленные Вместе Встретились Все Это свидание Вот И влюбленных И там Ты не думаешь Вообще Ни о чем Потому что Не знаю Когда Мы любим Да То Даже Ну я понимаю Что ты полностью Принимаешь его Он полностью Принимает тебя Это Однозначно Вот Однозначно Это как Кто-то там В социальных сетях Там писал Там на фейсбуке По-моему Кто-то писал Я даже там Лайкал Там И даже Перепост Сделал Значит Да вот Не сохранил Я к сожалению Там Интересная Мысль Такая Даже Два Там было Поста Было Похожих Было Поста Значит Одно Было сообщение Такое Что Когда Любишь То даже Как бы Недостатки Человека Они кажутся Как бы Достоинствами Кто-то написал Там Немного По-другому Что Значит Когда Любишь Девушку Да То даже Тараканы В ее голове Кажутся тебе Божьими коровками Вот что-то такое Мне там Понравилось Думаю Надо же Интересно Думаю Я даже Представил себе Такую картинку Такую Божьи коровки Всякие Ну да Вот И Когда Человек Любит Да То На самом деле Даже Недостоинства Недостатки Какие-то Не знаю Они Покрываются И Даже Видятся Достоинствами Вот Или Как тот Парень Написал Что Даже Если Любишь Девушку То даже Тараканы В ее голове Кажутся Божьими коровками Вот Вот так И Я знаю Что Бог без ума От нас Вот От каждого Из нас И Вот И Я без ума От него Просто Вот Милана Пишет Да Что Про Божьих Коровах Хорошо Сказано Да Мне тоже Очень Понравилось Я вот Потом Найду Там Кто Написал Это Интересно Очень Даже Ну да Даже Тараканы В ее голове Кажутся Божьими Коровками Вот И Я Тоже Вспомнил Сразу Как Я Влюбился Да Значит И Как Вот Ну Мы Уже Вот Ну Почти 30 лет Уже Да Вместе Вот Да Значит Муж и Жена Вот Познакомили Чуть Раньше Вот Значит И На самом деле Когда Вот Влюбился Да Ну я что Молодой парень Совсем еще был Тогда Значит Вот И Действительно Я Понимал Что Какие-то Тараканы У нее Точно Повылазили Потому что Она что-то Такие Говорила Вещи Какие-то Которые Ну для меня Это было Вообще Ну просто Ересь Какая-то Но Но я Любил Даже Эта Ересь Даже Ересь Я был Безума От них Даже Даже Мне Даже Тараканы Казались Божьими Коровками На самом деле Такими Милыми Такими Вот Значит И Поэтому Это Ну это Правильно Это Как бы Собственно Есть Молитва То что Мы Называем Общественной Молитвой На людях Молитва Это Как бы Молитва Но Так Вот Полумолитва Даже Когда Я Один Здесь Включил Трансляцию Я понимаю Что Сейчас Люди Смотрят И Подключились Сейчас 16 человек Онлайн 16 Точно И Вот Кто-то Лайкает Все Я вижу Кто-то Пишет Я понимаю Что Есть Какая-то Аудитория Есть Какие-то Люди По ту Сторону Экрана И Притом В разных Странах И В разных Совершенно Догматики С разными Научениями С разными Своими Тараканами Я со Своими Тараканами Вы Своими Тараканами Но Это Божьи Коровки Благодать И Мир Вам Умножатся Виталий Пишет Аминь Поэтому Молитва Общественная Это Как бы Даже Не совсем Та и Молитва Она Как бы Молитва Но Это Так Условно Съедобные Вещи Это Знаете Как Я На Примере Всегда Когда Праздниках Учил У себя В церкви Или в гостях То я Тоже Говорил Что Праздники Допустим Можно Условно Поделить На Как Грибы Я Еще Запомнил С первого Класса У нас Там Висело Большой Плакат О грибах О ягодах О грибах О чем То еще И Первый Класс Мне Запомнилось Рассматривал Часто Эти плакаты С ягодами С грибами Какие Ягоды Какие Грибы Какие Съедобные Какие Несъедобные У нас Это было актуально В Поволжье Мое раннее детство Там прошло И первый класс Я ходил Там Еще В Поволжье И это было актуально Потому что Постоянно Кто-то Травился Кто-то Умирал У нас Грибы Ягоды Разные Собирали И Видимо По этому Плакату Я так Полагаю Что по этому Плакату Висели У нас И там Все Вот эти Даже Ягоды Были Поделены Съедобные Несъедобные Или условно Съедобные Помрить Не помрешь И жить Особенно Не будешь Такие Всякие Варианты Рассказывать Грибы Тоже Были Поделены Съедобные Несъедобные И условно Съедобные В зависимости Как приготовишь И Интересно Тоже Я так Думаю Стоп И Сами Праздники Тоже Можно Поделить На Съедобные Условно Съедобные И Ядовитые У нас Там Был один Дед Его Дразнили Боровик Дед Боровик Он на самом деле Был похож Как в мультиках Или в сказках Показывали Старых Боровик Дед Боровик Он тоже С такой Бородой Шапку Весил Какую-то Грибную Какую-то Непонятную И был похож Издалека Был На этого Гриба Боровика Ну ладно Он был Грибником На самом деле Таким успешным Грибником Я не знаю Сколько он прожил Но лет 100 Наверное точно Ему было Тогда уже За 90 Было И Он Спас Я думаю Многих Начинающих Грибников Своими советами И его первый совет Был какой Для всех нас Если сомневаешься Хотя бы немного Засомневался Просто выброси Не пожалей Выброси Вот значит И Оно тебе надо Такие проблемы И вот значит И О праздниках Допустим Ну библейские праздники Допустим То что Бог сказал Вот это праздники мои Это как бы Можно отнести К съедобным Грибам Вот как бы Да Это можешь смело рвать Это можешь смело использовать Как бы Не ошибешься 100% Открываешь Библию Читаешь Празднуешь Вместе с Богом Его праздники И как бы Все Наслаждайся Вот Мил человек Вот значит Есть условно Съедобные Это как бы Так вот Ну как Преподаш Как Приготовишь Можешь помереть А можешь Нет Вот Можешь выжить А можешь Не выжить Кто его знает То есть Это как бы Так вот Условно Съедобные Грибы Это Церковные Уже Всякие Религиозные Постановления В принципе Которые Можно использовать Можешь не Можешь не Использовать Вот в принципе Их полным Полно Вообще В христианстве И у нас В православии И в протестантизме В католицизме Везде их полно Вот А есть Такие ядовитые Откровенные Ядовитые То есть Лучше их вообще не брать Это То что Совершенно Никакого отношения К писанию Не имеет Никакого отношения Ни к здравому Смыслу И чаще всего Религиозный Плагиат Какого-то Каких-то Культов Благоставляю вас Друзья Во имя Господня Во имя Иисуса Христа Пусть Бог Благоставит Возлюбленные Вот И Берите Съедобные Не берите Ядовитые Никакое Вот И Поэтому Слава Богу Что у нас есть Слово Божье Что у нас есть Действительно Ориентиры Такие в жизни Спасибо тебе Господь И самое главное Помазание Которое в нас Оно учит нас Прислушиваться Тому что Бог Говорит Внутри нашего Естества Это очень важно Спасибо тебе Господь Спасибо 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 Благословенный Царь И когда Ты один на один С Богом Вот То Это и есть Молитва Вот На людях Это Ну Это как Целоваться На людях Ну Это Как-то Не то Знаете Вот Там Допустим Ну Свадьба Даже Свадьба И кричат Гости Горько Горько Люди Целуются Уже Муж Жена Но Это На людях Но Это все Не то Когда Ты один на один Когда Мы только Одни Это Совсем Другой Поцелуй Совсем Другие Отношения Когда Это На людях Ну Так Поцелуются Но Не то И то Самое Примерно Образ Привожу Когда Ты Целуешься С Господом Один на один Там Совсем Другое Вообще Когда На людях Это Горько 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 А Когда Один на один То Сладко Сладко Пусть Господь Благоставит Нас И Конечно Иисус Тоже В своей Жизни Земной Он И на людях Молился Достаточно И по Обыкновению Каждую Субботу Был в Синагоге Но Там Он Не просто Стоял Как Пень Он Молился Наверняка Как и все Остальные Евреи Молились То есть Как бы Вот И там И в храм Приходил Каждую Пасху Храму Самого Нежного Возраста Своего Самого Юного Возраста Каждую Пасху Он был В храме Потому что Родители Были Набожны Иосиф Мария Дети У них Все Всех Детей В охапку И все Шли Туда В храм На Пасху Каждую Пасху Они были В храме И Потом Кстати Там Эпизод Описывается Когда Он В храме Затерялся На Пасху Да Слава Богу Лидия Пишет Вникай В себя И в учение Когда Один На Один Аминь Да Слава Богу Слава Богу Вот И Поэтому Пусть Бог Благословит Нас Всех Друзья Во Имя Иисуса Вот Но даже Если Ты молишься В собрании Большом Многотысячном Собрании Все равно Ты должен Понимать Что молясь На людях Даже Или со своей женой Со своим мужем Детьми Или родителями Все равно Нужно понимать Что ты молишься Один на один Перед Богом И Будем так В келье Своего сердца Ты все равно Закрываешь Двери Вот Ты Максимально Стараешься Пред ним Предстоять Даже Если Это В большом Скоплении Людей В большом Собрании Все равно Это один на один С ним Совершается Вот И Но все равно Друзья Правда Настоящая Настоящая Молитва Это Когда мы Действительно Вот Только я И он Он и я Все Вот Слава Богу И Я делился Об этом Уже Неоднократно В семинарах Разных На Тему Я буду Говорить Как раз Вот Какого числа 9-го 10-го 11-го Сентября Я буду Преподавать Здесь В Киеве Я еще Не уточнил Но по-моему Снова Будут Занятия Будут Открытыми Поэтому Их можно Будет Посещать Как Вольному Слушателю Это Киевская Славянская Значит Евангельская Семинария Да Ксеста Вот И Я буду Говорить О пастерстве Буду Говорить О служении О служителях О служении Но Тема молитва Будет Ну по сути Все дни Все три дня Будет звучать Тоже тема молитв Потому что Это основа Вообще Основ И тоже Собираюсь Как раз Свидетельствовать И Слово Божье Говорить О молитве И вот Пример Я приведу Который Часто В семинарах Приводил Я тоже Свой Просто Личный Опыт Бога Общения Общения С Папой Свой Личный Опыт У всех Свой Опыт Какой-то У всех Какой-то Свой Опыт Но Как правило Человек Помнит Всю Свою Жизнь Вообще Никак Вообще Всегда Это Не просто Как правило Это Действительно Это Аксиома Каждый Человек Каждый Верующий Помнит Разные Свои Молитвы Общения С ним Разные Но Самое Незабываемое Всегда Это Самое Первое С ним Общение Самое Первое Или Самое Первое Первое Вот эти Общения Первые И Первый Опыт Самый Разговоры С ним Вот И Познакомившись С ним Встретившись С ним В неполных 13 лет Я Ну Будем так Я пережил Встречу С ним В экстремальных Условиях В экстриме Да То есть Я Заболел Пневмонией Двусторонняя Умер Пережил С ним Встречу Потом Вернулся В тело Был исцелен Сверхъестественно То есть Ну Это у меня Было В таким В таком Экстремальном Таком Да Значит Встреча В экстриме Была Вот И Чудесная Была встреча Одним словом Сверхъестественная Но Вернувшись Вот Куча вопросов Была Там все ясно Когда ты Пред Богом Там все ясно Тебе Ну Ты все понимаешь Все знаешь Но когда Вернулся Снова жил Первые там Дни Недели Снова Ходил в школу Я был исцелен Да Значит Оба легких Были очищены Значит Там сверхъестественно Вот И Врачи Только лишь Разводили руками Мое воскрешение Попытались Как-то Родителям Объяснить Как-то Что мол Скрытый Какой-то Резерв организма Там Что-то еще Там Как второе дыхание Там Ну Ерунда Всякая Но Очищение Обоих легких Ведь я умер От того Что Фиксировали Что я умер От отека Обоих легких Знаете ли Двусторонней пневмонии А здесь Когда вернулся Я То легкие Были очищены То есть Вот этот факт Они никак не могли Комментировать Они просто Оставили без комментариев И Ну Потом Когда уже С родителями Разговаривал Уже Будучи взрослым Интересно Значит Родители Рассказывали Об этом Вот И Так вот И Но первые дни После воскрешения Да После возвращения На землю Будем так говорить Да Возвращение Вот снова К обычной жизни Я значит Ну да Выписали Я значит Ходил в школу Снова Но Мне уже жизнь Не мила была Без Моего возлюбленного Я просто по уши Влюбился Вот с первого взгляда Влюбился И Не мог себе представить Жизни без него Просто Без Бога Я Томился Это Первые вот эти Даже недели Даже Дни Недели После воскрешения Они были настолько Томными Настолько тяжелыми Знаете ли Как в пустыне Это оказался И самое страшное Было Знаете Что Ты понимаешь Что вот Где-то здесь вода Вот она где-то вот здесь Но ты Засыхаешь От обезвоживания Это Не знаю Это вот Кругом Казалось бы Вода Это как вот Там В мультике Там с детьми Смотрели Про мультики Про Спанч Боба Да Сквепенс Значит там Когда он к белке зашел Там в гости Значит там Под колпак Этот воздушный Значит да Воздух там А для губки Боба Это было Смертельно Вообще Он засыхал уже И вот там За этим пузырем Как бы Там кругом вода Значит да А он Он у этой белки Засыхает уже От обезвоживания Умирает уже Вот У меня нечто подобное Было Нечто подобное Тоже Вот Я знал Что вот Кругом Он здесь Да Но как с ним Я же не был научен Как что можно с ним Разговаривать Там не выходя из тела У меня единственный опыт был Это вот Выйти из тела Поговорить с ним И вернуться Поэтому даже у меня Грешным делом Возникла такая мысль Как-то на уроке Помню Я даже учиться не мог Уже нормально Я сижу на уроке А мыслями я просто Ну Где он Я хочу с ним Хотя бы думаю Секундочку в глаза ему посмотреть Хотя бы секундочку Я Ну Не мог Это знаете Вот я влюбился Вот и все И вдруг С моим любимым Да Я не могу больше Даже Ну Я знаю что он где-то здесь Да Вот Но Как Как практически это сделать Протянуть руку Как это Посмотреть на него Как я не знаю Одиннадцатом Было очень тяжело И у меня там На уроке сижу Как-то помню Значит И вот такая мысль Такая Да Кстати Вечером приходил Со школы Просто утыкался Подушкой Просто ревел Просто ревел Потому что Ну Я Ну Ну Смертельно скучал По нему Просто Я Ну Не знаю Меня Меня ничто не могло Больше радовать Вообще Абсолютно ничто Просто И все И я не мог Ни о чем другом думать Не мог ничего Больше другого желать Просто я влюбился И все И я не мог Вот Без него жить Просто И знаете Я приходил Плакал так Что и засыпал Я никогда раньше Не плакал Раньше Ну Наоборот Нас воспитывали Что мальчик Не должен плакать Никогда Вообще Вот Значит И А здесь Я Таким Ревый стал Я Так плакал Утром Просыпался Когда Значит Я Плакал Плакал Забывался сном И Да Спал Вот И У меня В ССССР Фильмов Ужас Да Две Там Все Прошло Не знаю Даже Вот Все еще Было Свежо Как Умирать Очень больно Вообще Это страшно Выходить из тела И Но я был готов Даже на эту боль На это все Был готов рискнуть И непонятно еще Будущее Вернешься Не вернешься И вообще Как Что Куча вопросов Короче Даже неизвестность Пугала больше Но Самый Я был Вот Настолько Вот Влюбленный Безумный Да Я был готов Даже на это Объесться мороженого Простыть Специально Чтобы Помереть Даже Чтобы Все Боль испытать Лишь бы Думаю Хотя бы Секундочку В глаза Посмотреть Снова Хотя бы Секундочку Снова Я не мог Без этого Жить И Слава Богу До мороженого Дело не дошло И До Болезни Дело не дошло Не помню Сейчас точно Но По-моему В тот же самый день Ночь уже Ту же самую ночь Ну Это днем я В школе там Это все Придумал себе Такой план уже Вот Как-то Значит И Вот Вечером пришел Со школы Уткнулся в подушку Опять ревел Без него не могу жить Просто и все Значит И И вот Во сне Ну Не буду долго рассказывать Я В принципе В семинарах Рассказываю об этом подробно Значит Во сне я научился Очень важному Что на протяжении этих 40 лет Я Осваиваю Казалось бы 40 лет уже можно было освоить Но До сих пор я лишь осваиваю то Что тогда вот во сне я видел Вот А Осваиваю я Очень Такую интересную вещь Которую видел как игру Просто игра Казалось бы просто игра Там мальчики Девочки И они играли В такую игру Они пересказывали Богу Все то во что они играют Чем они занимаются Поначалу мне казалось Что это очень глупо Чем они занимаются Ведь Бог и так Все их-то видит Потому что Бог был там Но я не видел его Но он был как будто бы Как за завесой Не знаю Как Не знаю назвать это Когда же Вроде и там И не там Его не видел я Но ощущал настолько реально Что как бы Он прям был там Реально Вот Но не видел его глазами там А видел только мальчиков И девочек Они были чуть помлаже меня Тогда Значит Ну было им там Может лет 9-10 Этим девочкам Мальчикам И они играли в такую игру И все Богу пересказывали Я вначале как бы подумал Что они играют Как-то глупую игру Вот А потом Я подумал Ну ведь Им так хорошо Они такие радостные Такие Они прям светятся Когда пересказывают Я думаю Ну попробую тоже Мне так захотелось поговорить с ним Думаю Пусть это глупо выглядит Но Не один я Они тоже Так этим занимаются Здесь Они тоже играют Я тоже присоединюсь Как бы к их игре Вот И я Прямо во сне Стал все рассказывать Богу Стал все рассказывать Вот Как мне плохо без него Как мне тяжело вообще Как вообще На свою шею Захотел обратно вернуться Думаю Это самая плохая мысль Которая вообще В моей жизни была вообще Вот Самая ничтожная мысль Просто вообще Думаю Вообще И Я себя не мог простить Даже за эту мысль Что я захотел Будучи Пред Богом Захотел вернуться Обратно В этот поток Вот Времени В это В жизнь Эту земную Она тоже реальная Тоже хорошая Эта земная жизнь Хорошая Никто ж не спорит Она хорошая на самом деле В ней много очень прелестного Много хорошего Но Она не такая реальная Она как Копии Знаете ли Плохая Хорошая Но все равно копии У кого-то похуже У кого-то получше Копии Оттиски Какие-то Значит там Отображения Но Нереально Все равно нереально Вот Как фотографии цветов Допустим У меня Я поскачивал себе На компьютер Там Кучу всяких цветов Разные 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 Фотографии Такие классные Фотосессии Такие С цветами Там С животными Допустим Красиво Но Согласитесь Когда Реальные цветы Реальные цветы Это совсем другое Иное Это лучшее Это Вот И примерно то же самое Вот это Самое лучшее Что здесь на земле Может быть Это как красивые Фотосессии Красивые копии Да Значит там Образы Но Когда там ты Там ты видишь Настоящие цветы Настоящие Все Настоящее Там правдочное Здесь все Это все копии Ну ладно Думаю И так вы понимаете Все это Просто Наболело Вот Значит И И вот Значит И вернувшись Проснувшись Будем так говорить Проснувшись Точнее Значит Я Впервые в жизни Тогда утром Поговорил с ним Не выходя из тела Не заболев Не умерев А просто вот Проснувшись Я Не сразу Правда Решился Решался Решался Потом решился Все таки И Поговорил с ним Бог Это я Сережа Вот Прием Как бы И начал с ним Разговаривать Поначалу было тяжело Говорить С тем Кого ты не видишь Да Любишь Но Не видишь Это как парень Беседует С фотографий Наверное Вот Понимая Что это образ девушки Но как бы Это не сама Она Ну Говорит Влюбленность Это всегда Немного Странность Вот Значит И Самое странное Влюбленное Это верующие Конечно Потому что Мы разговариваем С тем Кого не видим И Но Жить без него Не можем Просто Кстати Некоторые Годы тому Назад Мне Было Завидно Порой Ну Такой Белой Завистью Иногда Ловил себя На мыслях Что завидую Некоторым Верующим Многим Даже Еще лет 15 назад Было Такое У меня Немного Я об этом Никому Не говорил Но Сейчас уже Освободившись От этой Зависти Я об этом Рассказываю Потому что Когда ты в грехе Определенно Ты как бы Об этом Не очень Хочешь Рассказывать А когда уже Освободился Ты уже С легкостью Все рассказываешь Вот И значит И у меня Был такой Грешок Будем так Говорить Я завидовал Многим Христианам Многим Верующим Которые Не видели Бога Не видели Ангела Вообще Ничего не видели Вообще Вообще Не видели Не видели Тот мир Но Любили Его Любили Бога И славили Вот так С такой Любовью Я порой Вот Ужасался Вот Своей зависти Даже Я думаю Надо же Мне сложно Вот это все Понять Как они Это любят Такое было Чувство Что у них Что-то развито Из того Что у меня Атрофировано Как бы У меня Не развито Не знаю Как будто бы У меня нет одной руки Допустим А у них две руки Допустим Значит У них все нормально Я понимал Что они нормальные Верующие А я как бы Ненормальный Думаю Я не могу Быть Так счастлив Как они Счастливы Они не видели Но они Его так любят Думаю Надо же Точно блаженный Как Иисус сказал Сто процентов Не видевшие Но уверовавшие Счастливчики Думаю Надо же Вот Я не могу Ну Сказать Что я там Верю Не верю Потому что я просто Это знаю Я просто видел Просто Ну Был Был там Будем так А они Они не были Там Они так Влюблены В Бога Где-то Даже Ревновал Даже Внутри Но потом Бог освободил От этого Это было Давно Лет 20 Даже назад Лет 20 15 назад Давно Это было Значит И слава Богу Бог потом освободил От этого Вот Потому что Потом начались годы Когда я ничего не видел Не ощущал Значит И Но Благодарю Бога За это За этот период В несколько лет Когда Начало развиваться Вот это вот Чувство Начало развиваться Вот это вот Не видя Но веря Любить Не видя Потрясающе Теперь я понимаю Что я действительно Блаженны Все мы Не видевшие Но уверовавшие Вот Спасибо Господа За все Ладно друзья Уже затянул Свидетельство я Вот Иван Да Значит Да благословит Господь Брата Сергия Его семью Аллилуйя Но будет лучше Аминь Аминь Помолитесь за Исцеление моих легких Лидия пишет Господь Да благословит вас Исцелит Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Принимаем Исцеление Божественное Да Вот И Кстати За нашего отца Сергия Тоже молюсь Здесь Фомина Он как раз в больнице Тоже Воспаление легких Да Господь Да Исцелит Во имя Иисуса Христа Братья Сестры И Завершим Давайте Вот именно Хлебопреломлением Причастием Евхаристии Опять таки Совершая Каждый Один на один Пред Господом Даже если мы Причащаемся Соборно В большом служении Каком-то Допустим Многотысячном Все равно Каждый Принимает Причастие Как один на один С ним Вот в этом Парадокс Да Удивительный Парадокс Конечно С одной стороны Много нас Да С другой стороны Каждый В отдельности С одной стороны Бог любит всех Да С другой стороны Он еще сильнее Как-то Удивительно Любит каждого Из нас В отдельности Вот Он сильно Сильно Любит всех нас Но еще сильнее Как-то вот Каждого из нас В отдельности Это непонятно Для меня Честно говоря И за все Вот эти вот Уже Да Уже 40 лет Вот Моего Хождение с Богом Я до сих пор не могу Понять это, честно говоря И понимаю, и не понимаю Потому что чем больше понимаю, тем больше и не понимаю Потому что это на самом деле Настолько Удивительно, настолько таинственно И причастие, и в Харистии Да, хлебопреломление Тело и кровь Господа Иисуса Христа Я знаю, что Благодатью я спасен Через веру, если и не от меня Это Божий дар И причастие тоже, это не от меня, это не от человеков Это Божий дар Это действительно рассуждение о теле и крови Христа Сегодня совершая причастие И в Харистию Пусть Господь благословит Сегодня, братья, сестры Так, еще Александр написал тоже Помолитесь за меня тоже, чтобы Бог Полностью исцелил от левосторонней Пневмонии Интересно, да, тоже пневма, да, тоже Пневмония, во имя Иисуса Христа Господь, да, благословит и исцелит Благословит и исцелит Брат Александр во имя Иисуса Аминь, аминь Зиминаи, да, доброе утро Благословенного дня Господь с нами И много сердечек И оплесков Аллилуйя Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо Благодарю Тебя, Господь, за милость За любовь Твою Благодарю Тебя, Господь, за кровь Сына Твоего Иисуса Христа Божия, Которой совершилось искупление Ты возлюбил мир Отец Ава Отче Папочка Папа И Ты отдал Сына Своего Единородного Своего За всех нас Отдал кровушку Свою за нас Жизнь Свою положил за нас Однажды и навсегда И доказал Ко всему роду людскому Свою любовь И доказываешь Эту любовь Свою Каждому из нас в отдельности Ты доказал эту любовь ко всем нам Да Но Ты доказываешь ее Каждому из нас в отдельности Боже, и сегодня Доказательства Твоей любви Да будут явлены Каждому из нас в отдельности сегодня В этом хлебопреломлении В этом рассуждении о теле и крови Господа Спасителя нашего Иисуса Христа Господа и Спасителем моего лично Иисуса Христа Господа и Спасителя Всех, всех и вся Иисуса Христа Бог во Христе Примирил Собою мир Бог во Христе Примирил Собой меня Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя За все Слава Тебе Слава Слава и хвала, Господь Слава Тебе Слава, слава, слава Благослови, Господь, Боже Сегодня нас, рассуждающих о теле и крови Иисуса Христа Рассуждающих о великой жертвенной любви Твоей Боже, принимать хлебопреломление Причастие Евхаристию Благослови нас сегодня в этом Боже, пусть сегодняшнее это причастие Действительно И в исцелении души и телу В перестройку, переделку Действительно, в метаною Это покаяние, исправление Перемена сознания, перемена мышления Да совершается Господь Божий Во славу Твою Боже наш, слава Тебе Возлюбленные дети Божьи Славим нашего возлюбленного Возлюбившего прежде нас Прежде даже создания мира Он уже любил нас И это каждый, 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 каждый человек понимает Где-то глубоко, глубоко, порой очень глубоко внутри Вот Верующие просто отличаются от неверующих тем, что Они вспомнили это Вспоминают и Реализовывают в своей жизни Спасибо тебе Господь А неверующие просто еще Забыли, еще не вспомнили это Вот И В еврейском языке В библейском языке, да Слово покаяние Звучит как тшва Буквально Вспомнить Прийти в себя Вернуться Прийти в себя Вернуться Прийти к Богу Вернуться Вернуться к Богу Именно возвращение Именно возвращение Спасибо тебе Господь Потому что каждый человек Пережив Вот Встречу с Господом Независимо от конфессии Деноминации Там его традиции Религии Там прочее У него всегда возникает чувство Что он вернулся домой Вернулся в свое нормальное Естественное свое состояние Вот А то, что было до того Это как противоестественно Как с головы на ноги Вернулись в нормальное свое состояние Спасибо тебе Господь И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Пребывает со всеми нами Аминь Пейте, ешьте, друзья Рассуждайте о теле и крови Христа Каждый совершает это Сейчас перед Богом Каждый совершает это Даже если вы сейчас вместе Допустим Со своей женой Со своим мужем Да, с детьми С родителями Каждый все равно совершает Как вот один на один С ним Один на один с Богом Один на один с возлюбленным Эта встреча с возлюбленным Она незабываема Сегодня уже третье число Кстати, в этом году так красиво совпало Раз в сто лет такое бывает вообще Первое сентября совпало с первым Эллу Вообще-то даже больше, чем раз в сто лет Вернее, ну, меньше Раз в пятьсот с чем-то там лет Такое совпадение бывает Первое сентября совпало с первым Эллу Вот, значит И сегодня третье сентября По гражданскому календарю А по библейскому календарю Божьему календарю Третье сегодня число Месяца Эллу Вот, значит И Элул, да Я хочу напомнить Это аббревиатура Еще Спокон веков воспринимается Евреями всегда Это как аббревиатура Они, ледоди, ведоди, ли Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Это таинство любви Элул Мой возлюбленный Прекрасен Крашет исячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет Господь грядет Царь возлюбленный Грядет Вот он идет Бог мой Грядет Царь возлюбленный Грядет Братья, подпевайте Сестры Особенно кто нуждается В исцелении Особенно кто нуждается В исцелении Легких Пневмы Молитесь сейчас Воспевая Господу Даже не говорите Даже не думайте Что там слуха нет Или там голос плохой Нет, нет, вы прекрасно поете Вы прекрасны Бог создал вас прекрасными Пойте Воспевайте Господу Мы молились У нас в церкви Многие люди Даже бывали Что бывало Слуха не было Вообще абсолютно Теперь поют Славят Бога И прекрасно поют Бог нас создал прекрасными Это дьявол все изуродовал Поэтому прославляйте Бога Воспаляйте Бога И прямо сейчас Принимайте это исцеление Много раз я знал Таких Много свидетельств Когда И в своей личной жизни Люди получали исцеление Именно воспевая Бога Пойте Господу Ибо Он благ Ибо вовек Милость Его Пойте возлюбленному Он любит ваш голос Даже если у вас По вашему пониманию Или в понимании Окружающих нет голоса Бог любит ваш голос Бог любит вас Бог любит ваше пение Каждого из нас В отдельности И все вместе Аллилуйя Но в отдельности Больше Это сто процентов Пойте Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идет Слово Исцелившее землю И исцеляющее землю Землю Аллилуйя Слово Отца Слово Божье Одежду Имеющей на себе Обогренной кровью Агнец Отвлека заклонной Аллилуйя Аллилуйя Мой возлюбленный Стучица Отвори Сестра моя Время пения Настала Голубица чистая Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный Грядет Вот он идет Бог мой грядет Царь возлюбленный Грядет Гряди Господи Иисусе Гряди Господи Аллилуйя Слава Тебя И доколе Ты придешь Мы совершаем это таинство Господь Таинство любви Зная Что Христос В нас Упование Славы Погружаясь Возголовой В океан Твоей божественной Любви Как наш Союз Любви Прекрасен Аллилуйя Слава Тебе Господь Тело Христа Кровь Иисуса Христа Пейте Ешьте Дамы и господа Братья и сестры Возлюбленные дети Божьи Аллилуйя Ешьте Пейте А я вас благословляю Всех Братья и сестры Слава Иисусу За его раны Которыми Он нас Истил Аминь 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 Благословляю всех вас Благословляю свою семью Сегодня Во имя Господне Благословляю всю Божью семью Всех возлюбленных Чад Божьих Детей любви Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призовет на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Пейте Ешьте Причащайтесь Рассуждайте Размышляйте О теле крови Господа Иисуса